Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова, меня зовут Юлия, давно не виделись. В сегодняшнем видео мы будем делать с вами обзор и тестинг новых помад от Maybelline, которые называются Color Sensational Ultimate Slim Lipstick. Я взяла все 10 оттенков, и я очень хочу верить в то, что эти помады супер классные, потому что Maybelline это единственная помада, которую я покупаю в драгсторе, ну вот прям достаточно часто, то есть каждый год точно я покупаю по одной коллекции. Если вы помните, в прошлом году я делала видео на полную коллекцию от Maybelline, начиная от их лифтер-глоссов, заканчивая их кофейными помадами, и это было очень прикольно на самом деле, знаете, тестировать их, показывать на губах каждую теть помады, еще и плюс блесков. Сегодня же, однако, мы будем с вами тестировать, ну, не там 20 помад за один раз, да, а всего лишь 10. Я взяла все оттенки помады из их новой коллекции, ну как новой, получается, эта коллекция вышла месяц назад, и я почему-то ничего не слышала, то есть нет. И тут я включила видео одной девушки на ютюбе, и она рассказывала про эти помады, и я такая, окей, я хочу их тоже взять и посмотреть, потому что меня заинтересовала очень сильно, во-первых, форма, во-вторых, дизайн. То есть, чтобы я купила что-то из драгстора, вот меня нужно конкретно убедить, да, и меня убедило это. А я заказала их на Амазоне, и каждая помада мне обошлась в 6 долларов 60 центов, что-то вроде того. Я в предвкушении попробовать наши сегодняшние помады, потому что они обещают быть очень мягкими на губах, и обещают также блюрить губы, что очень интересно, и также, я так понимаю, нас ждет хоть небольшая, но все-таки стойкость, потому что все-таки эти помады, они не жидкие, соответственно, да, я думаю, что можно ожидать того, что они не будут очень стойкими, но давайте не будем забегать вперед, потому что нужно все-таки все посмотреть и сами выяснить, так это или не так. Также об этих помадах говорится то, что это помады со сильно действующими пигментами, и это легкая помада с ультратонкой порошковой смесью, что очень интересно для бюджетной косметики, да, и, конечно, тот факт, что это тоненькая классная упаковка, тоже очень сильно, как мне кажется, привлекает внимание. Если честно, мне кажется, что в прошлом году, когда они вышли со своими лифтер-глоссами, это было просто нечто бомбическое, об этом все говорили, потому что, ну, все сравнивали это с блесками от Рианы, но сейчас, в данный момент, мне кажется, что этот запуск о нем говорят, конечно, но не так прям, как вот о моем предыдущем видео, где рассказывала о их старом запуске предыдущем, поэтому, да, давайте приступим, и, ребят, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, оставлять комментарии, мне будет очень приятно ваша активность, ваше внимание, и давайте уже перейдем к тестингу. Определенно первое, что бросается во глаза, это насколько красиво сделана упаковка этих помад, она очень тонкая, и очень удобно с ней, так понимаю, будет работать. Дизайн, дизайн этих помад, он просто шикарен, нетипичный драгстор, как мне кажется. Я хочу начать оттенка, скорее всего, 699, который называется More Buff, это, мне кажется, наиболее такой, знаете, розовато-светлый оттенок. Что у нас по граммовке и производителе, сделаны они в США с импортированными местными ингредиентами, и мы получаем 1,7 грамма продукта и срок годности, у них 2 года, что очень хорошо. Вот так она очень легко выдвигается, то есть все очень-очень просто, и, мне кажется, тут очень даже хорошее количество помады тоже имеется, на долго хватит. Давайте, наконец-то, и нанесем. Очень приятный аромат этой помады, он такой сладковатый немножко, я бы сказала. Мне кажется, эти помады все-таки лучше наносить каким-нибудь карандашом для губ, чем без него. И что, ребята, так выглядит наш оттенок под названием 699 More Buff. Мне кажется, это очень такой идеальный, повседневный, розовато-нюдовый оттенок. Мне уже нравится этот оттенок, и мне кажется, он подойдет очень и очень многим девушкам. Чувствуется все очень классно на губах, то есть нет даже, наверное, ощущения, что у меня какая-то помада на губах есть. Нет ощущения, что губы стягиваются или они иссушаются. То есть это очень хороший знак того, что, скорее всего, эти помады нам сегодня понравятся. И да, давайте перейдем к нашему следующему оттенку. Следующий оттенок из коллекции Maybelline будет называться у нас 599 More Mouth. Это очень красивый, я бы сказала, винный оттенок. Мне нравится, как он смотрится. Вот такие оттенки я обожаю, мне кажется, таких оттенков у каждой девушки очень много в косметичке. Просто потому, что это, ну, такой, знаете, оттенок ко всему подходит, его очень комфортно носить, как нюдовый. Не нравится этот оттенок. Честно, ребят, я в большом восторге от того, как этот оттенок классно смотрится на моих губах. Наверное, это оттенок моей мечты. Мне кажется, такой оттенок, он на осень очень хорош. Я уже начинаю влюбляться в эту коллекцию помад и, возможно, даже стану фанаткой помад от Maybelline, потому что чем больше я пробую этот бренд, тем как-то больше я, знаете, понимаю, что, оказывается, возможно, я что-то пропускала до этого момента, когда, ну, покупала постоянно одни люксовые новинки. Кстати, очень легко снимаются эти помады, что удивительно. В сравнении с их кофейными помадами, там нужна была тяжелая артиллерия. Следующий оттенок наш будет называться 499 More Blush. Мне очень нравится, что на упаковке можно сразу же понять и увидеть, что это вообще за оттенок, то есть, ну, такой дизайн позволяет вам увидеть что за цвет, потому что очень часто помады, они, ну, допустим, белого цвета, черного, и непонятно, какой оттенок, а так сразу по упаковке это можно сделать, и это очень круто. Он гораздо более такой, как знаете, теплый, он гораздо более теплый, и я не знаю, люблю ли такие оттенки, если честно. Кажется, эта помада как-то гораздо больше пахнет чем-то таким сладковатым. Я могу точно сказать, что чем темнее помада, тем сухость видится гораздо более очевидной, когда вы используете, ну, в общем, гораздо более темные оттенки. И мне нравится этот оттенок, он очень красивый, он такой, знаете, как мне кажется, немножко корейский, какой-то вот что-то в нем такое есть юное, и корейцы, они любят как вот такие оттенки, как мне кажется, так и более морковные. Он мне делает мои зубы желтыми, что очень здорово. Чем больше получается водостравить его, тем, конечно, она становится плотнее. Честно, я хочу точно сказать, что вот мое мнение, да, независимо от того, что оттенок 499, More Blush, это такой оттенок на любителя, в том плане, что если вы, наверное, любите вот какие-то такие оттенки теплые, и не то, что это розовый, не то, чтобы это красный, что-то вот посередине, то, конечно, это, ну, вам понравится 100%, для меня же этот оттенок, он, наверное, не представляет ничего такого интересного, потому что таких оттенков у меня, ну, в коллекции достаточно много. Я так понимаю, это оттенок румянца, что-то вроде того, потому что так и переводится, это Мо Блаж, как румянец, больше румянца. Следующий оттенок наш будет называться 799 More Taupe, это более такой таповый оттенок, больше как он нюдовый, я так понимаю, он на нюдовой стороне. Мне видится он кирпично-красным каким-то, возможно, это близко к таповому, но кирпично все-таки мне он видится почему-то. Вау, супер насыщенный оттенок, мне нравится, как он смотрится. Мне кажется, чем более темный, тем он как-то более красиво раскрывается на губах. Вау, мне кажется, это любовь. Я обожаю такие темные оттенки от Maybelline, я считаю, они у них очень хорошо получаются, и это как раз-таки тот случай, когда ты понимаешь, что все очень красиво, идеально, и самое главное, это бюджетная помада. Они стоят 20 долларов, очень подходят к моему образу почему-то сегодня. Да, супер классный цвет. Мне кажется, мы нашли второй потрясающий оттенок из этой коллекции, и опять же, мне хочется высирать по какой-то причине, но, наверное, вы знаете почему, потому что он невероятно классно смотрится, чувствуется и делает меня также очень уверенной, представляете? Пока не забыла, ребят, мне кажется, что очень и очень будет неплохо нанести какой-нибудь бальзам для увлажнения губ перед тем, как наносить эти помады, потому что хоть они обещают нам увлажнение, не пересушивание, все такое, есть ощущение, что чем темнеет цвет, и, в общем, ну, чем вы больше используете эту помаду в течение всего дня особенно, тем больше губы почему-то чувствуются на более сухой стороне. Посмотрим в конце, что у нас вообще будет с губами. Кстати, тест. Нам нужно обязательно попить воды. Можно видеть, у нас остается небольшой след вот этой помады, чего и стоило ожидать, потому что она не стойкая. Никогда она не уходит, но можно видеть, что все-таки уходит немножко цвет в середину губ. Можно понять и предположить, что, допустим, вы съедите какую-то жирную пищу, выпьете чашечку кофе, все это будет на чашке. Дальше я хочу попробовать очень сильно экспериментный оттенок, если так можно выразиться, то есть оттенок очень опасный, можно так сказать, да? Называется он у нас 399 More Magenta, и это очень яркий. Назовато-неоновый оттенок, я так понимаю. У меня в косметичке таких оттенков невероятно малое количество или вообще нет, поэтому это первый за очень долгое время. Вау, какой он красивый, яркий. Прям так и хочется его попробовать почему-то для разнообразия, знаете, чтобы выбраться в зону комфорта. Это очень такой прям, ну, летний оттенок. Я бы, наверное, такой оттенок помады вряд ли выгуливала бы, просто потому что это не совсем комфортно пока что для меня. Тон, но, возможно, дома, почему нет? 100% это не мой любимый оттенок. У нас осталось, кстати, всего лишь 5 помад, и мы продвигаемся постепенно к самым темным и самым насыщенным оттенкам из этой коллекции. от Maybelline. Я даже не знаю, с какого оттенка начать, потому что, ну, они все выглядят так, что хочется их все пробовать, нанести, посвочить и так далее. Наверное, все-таки мы начнем с какого-нибудь более такого, знаете, нюдового оттенка, вот именно вот такого. Называется он 899 More Rust. По-моему, это будет очень красивый, активный, возможно, даже холодный красный цвет. Давайте попробуем его уже, мне не терпится посмотреть, потому что я всегда в поисках хорошего красного холодного оттенка. Смотрится очень красиво. В общем, ребята, я тут уже мучаюсь с этим красным оттенком. Очень красиво смотрится, очень такой, знаете, красивый, холодный, красный. Но, когда вы наносите его, нужно знать, как пользоваться вот такого типа помадой, ну, или как это, стик. Очень легко сделать так, что ваша помада попадет не туда, не на ту сторону губ, например, и сделает пятно. Потом приходится использовать тон или, ну, в общем, все, что угодно, чтобы все это скрыть. В общем, для меня непривычно это, когда я использую красную помаду, которая и так априори уже очень может пачкать лицо, зубы тоже. Но в данном случае цвет красивый, но я все-таки не готова тратить свое время, чтобы, знаете, делать так, чтобы цвет очень классно лег. Это все-таки немножко не та формула красной помады, которую я хочу использовать даже на повседневку. Ну, цвет потрясающе смотрится, но нужен карандаш, нужно вот это все, потому что она просто, вот, вуаля, и она уже отпечатывается на нашей руке. То есть, нюдовые оттенки, да, они неплохие будут в этой формуле, но красные оттенки? Нет. Мне очень хочется верить, что наши следующие оттенки, они будут, ну, не такими нестойкими, хотя, кто знает, если уж мы так начали, предлагаю попробовать другой красный оттенок под названием 199 More Ruby, то есть, я так понимаю, Ruby Woo, это же оттенок у MAC. И очень, возможно, кто знает, это будет очень хорошей альтернативой другой помаде от MAC. Вау, какой он насыщенный, супер-прекрасный оттенок. Мне, если честно, уже даже боязно его использовать просто из-за того, насколько он пигментированный. Ну, что ж, давайте посмотрим, хочется верить, что это будет копия помады от MAC. Окей, ребят, это заняло у меня примерно где-то минут пять, ну, три минуты, окей, чтобы нормально все это подредактировать. Что я могу сказать? Мне нравится оттенок, это очень красивый, благородный красный оттенок, дорого смотрящийся. Если вы привыкли, наверное, к таким аппликаторам, к стикам, то, конечно, у вас без проблем это все распределится. У меня же почему-то, ну, пока еще нет, еще руки набитые, вот правильное слово. Наверное, я бы надела его на какой-нибудь праздник, почему нет? Поэтому, да, такой у нас оттенок 199 More Ruby. И наш последний красный оттенок из этой коллекции называется More Scarlet под номером 299-299. Мне кажется, он смотреться будет немножко более таким носибельным. По-моему, они все очень даже одинаково выглядят, то есть, да, он также выглядит очень красным, очень активным и красивым в то же время. У-у-у, прикольный. Для этого оттенка Scarlet я все-таки хочу нанести карандаш красного от Патрика Та. Потому что иногда эта помада невероятно сложно сделать в такую тонкую линию, где вот у вас губы заканчиваются, по идее. Поэтому карандаш очень даже поможет в этом случае. Ну что, ребята, так выглядит наш оттенок More Scarlet. И надо сказать, что он неплохой, мне понравился. Оттенок смелости, я бы сказала, оттенок власти, возможно. Такая формула, где мне приходится использовать еще карандаш, и к тому же помада недолго не остается на губах. Ну, вы понимаете, да, но оттенок реально красивый. Как вы можете видеть, что он действительно, возможно, даже подходит немножко к моему образу, опять же. Последние наши два самых темных оттенка из новой коллекции Maybelline. А начну я, пожалуй, с, наверное, вот этого красивого фиолетового оттенка. Да, называется он у нас 099 More Berry. Окей. Мне кажется, нам нужно все-таки начать с коричневого, потому что этот у нас будет очень и очень темным, получается. Мы начнем с оттенка 3 девятки 999 More Truffle. То есть это, я так понимаю, очень красивый коричневый оттенок, нюдовый красивый коричневый оттенок. Мне кажется, это будет любовь. Я люблю такие, знаете, какие-нибудь нюдовые темные оттенки. Вот почему-то я такие полюбила сейчас. Определенно, это настоящий коричневый оттенок. Надо сказать, ребят, что я в большом восхищении от этого оттенка. Я знаю, что у меня он очень неровно лежит сейчас, потому что все красные помады, они просто сделали свое дело, да. Как-то так он должен смотреться. Мне нравится, как он смотрится. Конечно, если у вас губы чуть больше, оттенок этот сделает их еще больше, потому что это очень активный темный коричневый оттенок. Но мне кажется, с каким-нибудь, знаете, таким монохромным аутфитом коричневым, например, или более темным, да, это будет смотреться очень круто. А еще и с, допустим, коричневым макияжем, например. Ну или даже с таким. Это тоже смотрится очень даже прикольно и красиво. Это 100% любовь. Ну что, наш последний оттенок из коллекции Maybelline. Активный, глубокий оттенок. Мне он нравится, потому что он очень глубокий и он очень сильно отличается от других оттенков. Мне кажется, это будет очень интересный оттенок. Попробуйте его сегодня. Итак, называется он у нас More Berry. И он у нас под номером 099. Знаете, такой настоящий бордовый оттенок. Я бы сказала, оттенок красного вина. Мне почему-то он больше напоминает это. И давайте его попробуем. Красивый, необычный и очень такой дорого выглядящий оттенок, я бы сказала, в теории. Определенно, если вы хотите сделать очень такой хороший акцент на ваши губы на каком-то мероприятии, или, допустим, даже на повседневку, почему нет, если настроение у вас есть. Да, пожалуйста. Однако, этот оттенок очень сложен в нанесении. То есть, нанеся его один раз, второй раз, третий раз, я поняла, что он имеет свойство пляшевить. Это первое. Во-вторых, чем больше, например, вы наносите его на губы, тем он может не так равномерно нанестись на губы. И получается, в итоге вам нужно плясать бубном, можно сказать так, чтобы равномерно нанести его. И также, что самое главное, потому что он темный оттенок. Темные оттенки, они, как правило, могут быть гораздо более капризней, чем любые даже светлые оттенки или нюдовые оттенки, понятное дело. И поэтому с этим оттенком, сто процентов, я бы взяла какой-нибудь карандаш по цвету, чтобы просто быть более на безопасной стороне, чтобы оттенок не вышел за линию губ, получается, да. Иначе вам нужно будет очень много консилера или, как я использовала, спонж и консилер от, кстати, Tarte Shape Tape, чтобы все это хорошенько, ну, разгладывалось и чтобы все выглядело нормально, а не как у клоуна. Тем не менее, оттенок красивый, мне понравилось, как он смотрится, мне кажется, что он реально смотрится дорого. Но, да, нужно очень много времени и сил сделать так, чтобы он не размазался, а представьте, допустим, если вы куда-то пойдете, вы что-то съели, выпили. Я просто не думаю, что эта помада останется на своем месте и вам не нужно будет беспокоиться о том, как вы выглядите и ваши губы выглядят. Вот, поэтому мое мнение такое, что это красивый оттенок, он делает губы, губы, зубы белее, то есть не выглядят они желтыми. Это очень круто, очень многие помады делают, так, как я уже сказала, но, конечно, да, это очень нестойкая формула. И поэтому с помадами этой коллекции в более темных оттенках приходится гораздо больше работать и гораздо больше времени уделять, так сказать, вот. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение по поводу этой коллекции. Мне было очень приятно и интересно, на самом деле, тестить их сегодня что-то новенькое. Я давненько не тестила ничего из-за бюджетной косметики. И вот мейблин вышел с этим, и я очень рада. Очень круто, когда бюджетные бренды выходят с очень большим количеством цветов и может каждый без проблем купить, позволить себе купить, да, помаду в каком оттенке вы хотите. Другой вопрос, что вы можете потратить чуть больше зеленых долларов и купить помаду, которая будет более стойкой, даже из того же самого бюджетного сегмента, как мне кажется. Не обязательно из сифоровского сегмента, да. Я точно могу сказать, что из всей этой коллекции мне понравились, ну, гораздо более такие, знаете, глубокие оттенки, но не очень темные, как этот оттенок. Мне понравились очень сильно нюдовые оттенки, вот, в принципе, вот эти все оттенки, которые гораздо проще носить и которые не требуют такого большого количества внимания. Мне понравился оттенок тауповый, мне понравился оттенок маджанта. И я считаю, что он, ну, прикольный оттенок, и он не такой, кстати говоря, требующий очень большого внимания при нанесении. Мне понравился этот красный оттенок. В принципе, красные оттенки все прикольные, но, наверное, первый, который я пробовала для вас, номер 199, Mo Ruby, он прикольный. Ну, и, конечно, вот эти все нюдовые оттенки. Вот, все остальные оттенки, а именно те, которые становятся более и более глубокими по ходу нашего тестирования, они прям, ну, не знаю. А знаете, что мне кажется, почему не заказать помады с корейского веб-сайта, которые будут, не знаю, так же существовать на ваших губах, но они будут очень долгими в носке. Вот. Не могу сказать, что оттенки плохие, это просто вот такая формула, которая, наверное, мне не очень близка. А, да, нужно ли вам покупать все оттенки из этой коллекции? Абсолютно нет, потому что всегда, вы знаете всегда, что вам нравится, и, конечно, я бы больше склонялась к более нюдовым оттенкам. Но если, конечно, у вас есть время, и вы знаете, как правильно наносить такого типа помады, то, конечно, почему нет? Да, всегда классно экспериментировать с чем-то, с новыми формулами, с новыми брендами. Поэтому, да, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний тестинг новых помад-стики от Maybelline. Что-то интересненькое, но я думаю, что нас ждет что-то лучшее в ближайшем будущем от бюджетных брендов. Я буду только рада, если вы напишите мне, что вы хотите увидеть еще на моем канале из бюджетных брендов. Я знаю, что Милане выходит с большим количеством вещей сейчас, и я очень даже заинтересована попробовать. И также Physicians Formula тоже мне хочется попробовать этот бренд, потому что никогда я его не пробовала, как это ни странно, да? Мне кажется, нет такого человека, который его не пробовал, но, возможно, это я. И, в общем, да, ребят, спасибо большое, что провели со мной эти 20 минут. Мне было очень приятно ваше внимание, и я, в свою очередь, желаю вам прекрасного дня, хорошего начала рабочей недели, идеальных макияжных дней, конечно же. И я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.